Приветствую, дорогие друзья, с вами Пионер Фростфайр, и мы продолжаем проходить визуальную новеллу, читать, вникать в визуальную новеллу под названием «Бесконечное лето». В прошлый раз мы остановились на том, что, ну, по сути, это конец первого дня, то есть мы попали каким-то невероятным, безумным образом в летний детский пионерлагерь времён, не знаю, там, времён Советского Союза, в общем, советской власти. Что здесь происходит, непонятно, мы что-то там побегали, осмотрелись, побегали за Ульяной, не догнали её, заблудились, вернулись обратно к воротам лагеря, и наступает ночь потихонечку, вот, вступает в свои права, и поэтому нам лучше вернуться в лагерь, как тут уже написано, и уже начнём поиски разгадок чуть позже, поэтому просто продолжаем, да. Уже совсем стемнело, и при любых раскладах ночевать лучше в лагере. Я уже собирался идти назад, как вдруг кто-то бесшумно вынырнул у меня из-за спины. Славя! Привет, что тут так поздно делаешь? Эммм, передо мной стояла Славя. От неожиданности я даже вздрогнул. Не догнал Ульяну? Она улыбнулась. Я расстроенно кивнул головой и вздохнул. Неудивительно, никто не может. Да уж, девочка-ракета прям. Только вот сопла у неё... О, сопла, сопла, что-то... Только вот сопла у неё в разные стороны. Ты на есть хочешь поужинать-то не получилось? Действительно, я совсем забыл о голоде, но после этих её слов мой желудок ясно напомнил о себе, предательски заурчав. Славя улыбнулась. Ну тогда пойдём. А разве столовая ещё открыта? Да ничего, у меня ключи есть. Ключи? Да, у меня от всех помещений лагеря есть ключи. А откуда? Ну, я здесь кто-то вроде помощницы вожатый. Понятно. Ну пойдём. От такого предложения грех было отказываться. Так, сейчас немножечко микрофончик отодвину, чтобы мне в него не дышать там и так далее. Когда мы вышли на площадь, Славя внезапно остановилась. Извини, мне надо соседку предупредить, что я попозже приду, а то она сама такая пунктуальная, будет волноваться. Ты иди пока к столовой, я через минуту, хорошо? Ладно. Ах да, я, кстати, до сих пор так и не решил, по какому руту мне идти. У меня как бы три разных варианта было. То, что, во-первых, ну как бы чисто логически нужно первый рут сделать, ну логически условно, да, сделать рут Семёна. То есть, самый такой банальный, самый типичный рут, скажем так. Вот, причём неважно, хорошая концовка или с плохой концовкой, просто рут Семёна, ну чисто как бы логически. Вот. Но с другой стороны, нафиг оно надо. У меня ещё было предложение, ну вариант сделать рут Алисы, потому что, ну не знаю, по мне это такой самый, ну не самый, может быть, но из вот этих стандартных, доступных стандартных рутов для меня был таким довольно забавным этот рут, потому что, он у меня, по-моему, самый первый получился, если я не ошибаюсь, когда я ещё без гайдов проходил. И вот, ещё с третьей стороны, всё-таки самый такой эпичный рут это Лена рут. Вот, поэтому вот я не знаю, до сих пор такой дилеммя, не знаю, какой выбрать рут лучше, ну первым для прохождения. Так-то мы, может быть, наверное, все посмотрим, вот, ну не знаю, в общем, не знаю, подумаю я, по-по-по ходу дела посмотрим. Я никак не ожидал, что в столь поздний час там может быть кто-то кроме меня, у столовой в смысле, и этот кто-то явно безуспешно пытался открыть дверь. Хе-хе-хе, взломщики. Без всякой задней мысли я поднялся на крыльцо. Взломщиком оказалась Алиса. Наверное, стоило подождать сторонники. Она некоторое время пристально смотрела на меня, потом сказала, что стоишь? Помоги, что ли? В смысле? В смысле дверь открыть? Зачем? Хе-хе, булок я хочу с кефиром, не наелась. А-а-а, а может не стоит? А ты сам не хочешь есть, что ли? Ульянка тебе положить нормально не дала. Она ехидно ухмыльнулась, и правда не дала. Так, сейчас Славя придет и... ЧЕГО? Похоже, не стоило мне этого говорить. Тогда я отчаливаю. А тебе я это припомню? За тобой уже второй должок. С этими словами Алиса скрылась в ночи. Хе-хе, а первый-то за что? Хм. Действительно. Славя не заставила себя долго ждать. Все в порядке? Да, а почему ты спрашиваешь? Да нет, просто так. Не стоило рассказывать об Алисе. Все в порядке. Сказал я, и тут же почувствовал фальшь в своем голосе. Ну что, пойдем? А вот Славя, похоже, ничего не заметила. Или, по крайней мере, сделала вид. Действительно. Мы зашли в столовую. Подожди, я сейчас что-нибудь принесу. Я сел на стул и принялся покорно ждать свою спасительницу. Ужин мой был нехитрым. Несколько булочек и стакан кефира. Не мудрено, голодные пионеры, наверное, съели все почистую. Впрочем, и это куда лучше, чем большая часть моего обычного рациона. Но, в принципе, булочками такими нормальными, такими булочками, да еще и с молочным каким-то продуктом, типа молока или кефира, можно очень даже неплохо наесться. Ну, да ладно, не отвлекся. Ну, потому что белок, углеводы, все есть нормально. Ну, смотря в каком количестве, опять же, все это есть. Но, пока я ел, Славя сидел напротив и смотрел на меня. Что, у меня что-то на лице? Нет, просто... Меня всегда, кстати, как-то вот... Странное такое чувство посещает, когда, во-первых, ну, вот такие, ну, вот, арты отдельные со сценками, вот. Они, во-первых, имеют другую рисовку, но потому что, насколько я знаю, другой автор рисовал вот такие вот сцены. И конкретно... Я даже не совсем про это хотел сказать, а про другое. Потому что конкретно в этой сцене, вот, особенно при первом прохождении, возникает странное ощущение, когда Славя поворачивает, ну, точнее, обращает взор вот на экран непосредственно на нас. И... Даже вот тут будут потом какие-то... Будет ее какая-то реплика, такая небольшая. Как будто она обращается к игроку, не к Семену, а к игроку. Непосредственно она смотрит прям в экран, из экрана на нас. И как будто обращается именно к нам. Ну, ладно. Она улыбнулась. И как тебе первый день в лагере? Ну, я даже не знаю. Глупо спрашивать у человека, попавшего в одночасье в другую реальность. Понравились ли ему меню в столовой, вожатое и отведанное койко-место. Отведенное. Отведенное, что? Отведенное, отведенное койко-место. Отведенное, да. Ничего, скоро привыкнешь. Славя мечтательно уставилась в окно. Эээ... Что такое залагало? По правде говоря, привыкать к подобному совершенно не хочется. Но ведь она не знает. Или, по крайней мере, хочется, чтобы я думал, что не знает. Ну, а так вообще здесь мило. Надо было как-то прервать неловкое молчание. Да? Без интереса спросила она. Да, здесь так... Хотелось сказать в стиле ретро, но я сдержался. В конце концов, это для меня ретро. А для них... Может, они другой жизни и не знают? Если тут вообще уместно понятие жизнь... Как? Она внимательно посмотрела на меня. Так, как будто от моего ответа зависело что-то серьезное. Ну, я не знаю... Мило? Да, тут мило. Пожалуй. Она вновь улыбнулась. Очень хорошо, что ты так думаешь. Почему? Ну, не всем здесь нравится. А тебе? Мне? Да. Нравится. Тут здорово. Тогда и не стоит обращать внимание на других. А я и не обращаю особо. Славя рассмеялась. Кажется, этот разговор уводил меня куда-то далеко, совсем не туда, куда я хотел попасть. А вот ты волнуешься. Да, почему? Ну, когда кто-то так сосредоточенно жует... Извини. Ничего. Я никогда не мог заставить себя быть более осторожным с этой девочкой. Впрочем, почему именно с ней? С любым местным обитателем. Все они казались совершенно нормальными. Приторно до зубной боли нормальными. Но как с... Не как человек-сосед с дрелью в одной руке и сабвуфером в другой. Не как человек-пассажир, слишком уж часто встречающийся в метро и на земном транспорте. Не как человек-коллега, обитающий за соседним столом в опен-спейсе. И даже не как человек-знакомый, который от других человеков отличается лишь непонятной назойливостью. Все они казались нормальными. Такими, какими и должны быть люди в моем понимании. Со всеми своими недостатками, но без сверхспособностей таких вот человеков. А Славя была еще и... Милой. Я украткой посмотрел на нее, не зная, что сказать. Прости, я хотела показать тебе лагерь, но совсем забегала сегодня. Да, я сам... вроде ничего не пропустил. Прямо-таки ничего-ничего? Она улыбнулась так, что мне приходилось от смущения прятать глаза. Ну, откуда я знаю? Я же здесь первый день. Ну, хорошо, а и что увидел? Площадь, столовую вот видел, футбольную площадку. А пляж? Только издалека. Обязательно сходи, или давай вместе сходим. Ну, ладно, сходим. Естественно, Славя уже начинала меня пугать. Но тут я подумал, а вдруг так все и должно быть? Вдруг весь этот мир непонятен только мне, а для них он родной. Может быть, я попал в прошлое? Да, это бы многое объяснило. А можно задать глупый вопрос? Нет. Действительно. Славя улыбнулась и стала из-за стола. Уже поздно, сам дорогу до Ольги Дмитриевны найдешь? Найду, конечно, но зачем мне к ней? Поселят тебя с кем-нибудь. Зачем? Наверное, со стороны я выглядел глупо, потому что Славя рассмеялась. Ну так спать тебе где-то надо? Логично. Ладно, я побежала тогда. Спокойной ночи. Спокойной. Странно, чего это она так внезапно? Мое внимание привлекла связка ключей, торчавшие с дверей. Я было собрался догнать Славю, но где она живет? Стучать посреди ночи во все подряд домики показалось не лучшей идеей. Взять ключи или не трогать? Ну, взять ключи, наверное. Я не помню. Вроде это как-то влияет на Руца Славей, но... Не помню, ладно. Не помню, что будете сильнее брать ключи. Ладно. Все же лучше взять. Завтра отдам, а то мало ли, что тут по ночам творится. Я тут же поежился, ведь это мне в первую очередь стоило опасаться. А, ведь это мне в первую очередь стоило опасаться. Ночь хоть и была темной, но совсем не тихой. Отовсюду доносились трикотания сверчков, пение ночных птиц, шелест деревьев. Плач цикад. Внезапно очень захотелось последовать совету Слави и поскорее пойти к домику вожатой. Не знаю почему, но вид неизвестного бронзового строителя коммунизма настраивал меня на созидательный лад. Он для этого здесь и стоит. Я присел на лавочку и начал прокручивать в голове события минувшего дня. Этим мое созидание ограничилось. Тут было куда светлее, чем у столовой. Да и изредка мимо пробегали запоздавшие пионеры. Так что особого страха это место у меня не вызвало. Автобус, лагерь, девочки. Я так устал от всего нового и непонятного, что не мог придумать ровным счетом ни единого объяснения всему происходящему. Рядом послышался тихий шорох. Я вздрогнул и посмотрел в сторону. Девочка. Читает книгу. Лена. Я решил подойти и поговорить. Она единственная из новых знакомых, с кем мне не удалось. Сегодня перекинулся и парой слов. Привет, чего читаешь? Лена удивлен... Лена от удивления аж подпрыгнула на лавочке. Ха-ха-ха! Извини, я не хотел тебя напугать. Ничего. Она покраснела и снова ставилась в книжку. Так что читаешь? На обложке было написано «Унесенный ветром». Ха-ха! Да, «Унесенный ветром». Похвалить книгу. Хорошая ведь книга. Да, ребят? Да, ребят? Да? Вы ведь читали? Я верю вас, вы читали. Я верю вас. Вы же понимаете, что если вы не читали, что вам нужно сделать. Ладно. Хорошая книга. Спасибо. Какой я ей голос давал. Почему-то сейчас голос, который я пытаюсь ее изобразить, похож на голос слави. Мне кажется, просто с ее характером застенчивым у нее должен быть такой, как бы, я даже не знаю, такой тихий, высокий тон голоса. Даже не знаю. Ну ладно. Правда, я не читал, но ей, кажется, такая литература вполне подходит. Лена, похоже, не собиралась продолжать разговор. Ну, если я тебе мешаю... Нет. Не отрывая взгляда от книжки, сказала она. Можно я тогда посижу с тобой немного? Зачем? А ведь и правда зачем? Наверное, просто потому, что очень устал и в компании с кем-то лучше, чем одному. А может быть, получится от нее что-то узнать. Я внимательно осмотрел Лену. Хотя нет, вряд ли. Хм. Ну, просто так, не знаю. А что, нельзя? Можно. А, ну, если я мешаю? Нет, не мешаешь. Да нет, я могу и уйти. Все в порядке. Ну, раз так, я аккуратно сел на край лавочки. После такого оживленного разговора мне меньше всего хотелось находиться здесь, но встать и уйти было как-то неудобно. Нехорошо получилось. Лена ничего не ответила. Похоже, я выставил себя дураком. Будь на ее месте, допустим, Ульянка наверняка бы засмеяла меня. Тебе здесь нравится? Я вспомнил вопрос Слави и решил, что он как нельзя лучше подойдет для начала разговора. Да. Она еле заметно улыбнулась. И мне, наверное, нравится. Наверное. Лена явно не очень общительная и вряд ли в состоянии поддержать непринужденную беседу ни о чем, как Слави. Но все же было в ней то, что привлекало мое внимание. Мимолетное видение, как отблеск на очах дождливым осенним вечером, который заставляет обернуться и долго всматриваться в темноту, выискивая там нечто, мелькнувшее на краю поля зрения. Конечно, ты не успел рассмотреть, не успел понять, но почему-то оно показалось таким манящим. Лена продолжала читать книгу, не обращая на меня никакого внимания. Не возникало ни малейшего желания расспрашивать ее о происходящем в лагере, об этом мире вообще. Красивая ночь. Да. И как вообще завязать с ней разговор? Поздно уже, мне пора. Да, поздновато. Спокойной ночи. Спокойной. Что-то в этой девочке мне казалось странным. Вроде бы вполне типичный образ застенчивой и скромной пионерки, но загадка Лены заняла свое место в массивном списке загадок этого лагеря, который я вел у себя в голове. Это как некие архетипы персонажей. Славя такой обычный, самый общительный архетип девушки. Лена архетип застенчивой девушки в таких подобных симуляторах свиданий, как это принято еще иногда говорить. Да, там Алиса, это Цундера какая-нибудь, Ульяна, просто, даже не знаю, как я описать, с шилом в одном месте, да, мелкая засранка, так сказать. Ну ладно. Дело было вечером, делать было нечего. Я направился к домику Ольги Сергеевны. В окне горел свет. Привет, Семен. Что-то ты долгая. Что-то какой-то я ей странный голос дал. Сейчас я так подумал, какой-то очень странный голос дал. Ну ладно. Да, гулял, с лагерем знакомился. Ладно. Спать будешь здесь. Она указала на одну из кроватей. Здесь? Я несколько удивился. Ну да, что такого? Все равно других свободных мест нет. Вожата улыбнулась больше из вежливости, как мне показалось. Ты же не хочешь стать порядочным пионером? Она акцентировала внимание на слове «порядочным». Да, конечно, на мгновение я задумался. Но ты-то не против? Она как-то странно посмотрела на меня. Ее взгляды смешались удивления и что-то вроде обиды. Пионер должен уважать старших! Грозно сказала Ольга Дмитриевна. Должен, конечно, кто же спорит? Пролепетал я в ответ, не понимая, что же не так. Или ты? Она пристально посмотрела на меня. Не надо так на меня смотреть. А на какого взгляда расплавился бы и мифрил, выкованный в самых глубоких подземельях лучшими мастерами гномов. Что я? Да что не так-то? От обиды и непонимания я перешел на тон выше. Взрослых надо называть на «вы». Нет, конечно, в этом лагере много странного, но эта девушка в лучшем случае на пару лет старше меня. А, возможно, и младше даже. Но я решил не спорить, хоть еще пару минут назад язык бы не повернулся назвать вожатую особенно взрослой. Надо признать, что крутым характером ее природа не обделила. Да и с любым характером в моем положении спорить не пристало. Как скажете, промемлил я, так-то лучше. Вот так и должен вести себя порядочный пионер. А теперь спать. Правда говоря, я не хотел становиться ни порядочным, ни беспорядочным пионером, ни даже стахастическим. Честно говоря, я не знаю, что это значит. Если только идет отсылка на стахановцев. Ну, какое-то странное определение получается. Ну, ладно. Да и вообще пионером становиться еще вчера в мои планы никак не входило. Ну, а какой у меня выбор? Не хочешь, заставим. Кажется, именно этим девизом планировала руководствоваться Ольга Дмитриевна. Ольга Дмитриевна. Я лег, закрыл глаза и только тогда понял, что за весь день смертельно устала. В голове что-то ужасно стучало, как будто у Извилии началась ночная смена. Дискотека. Это дискотека. Дискотека века. Ну, ладно, ладно. Простите мне мои каламбуры. Однако, они, похоже, больше были настроены на выпуск стали проката, чем на работу с тонкой электроникой. Перед глазами пролетал автобус. Площадь и памятник. Столовая, полная пионеров и ехидное лицо Ульянки. Славя. В купальнике. Лена. И даже воспоминания об Алисе не вызывали каких-то очень уж отрицательных эмоций. А что, если я здесь надолго? А что, если это просто сон, и ты сейчас проснешься у себя в доме? День второй, друзья мои. Ну, я, конечно, на этом не буду заканчивать данный эпизод. Это было бы тупо предыдущий эпизод на час, а этот на 20 минут. Поэтому мы продолжим. Мне снился сон. Казалось, я нахожусь в каком-то вакууме, а вокруг пустота. Но не только вокруг. Я единственное существо во вселенной. Как будто она вернулась в некое... Она? А, вселенная, что ли? Как будто она вернулась в некое сингулярное состояние перед самым большим взрывом. И вот-вот что-то должно было произойти. Вдруг я начал слышать голос. Слов не разобрать, но он показался мне знакомым. Голос что-то нежно нашептывал, как будто убаюкивая. И тут я понял. Это был голос той незнакомки из автобуса. Той девушки из сна. Но что она хочет мне сказать? Кто она? Я проснулся. Яркие лучи солнца били в глаза. Время приближалось к полудню. Лениво потянувшись и зевнув, я начал вспоминать вчерашний день. За несколько секунд все его события пронеслись перед глазами. Автобус, лагерь, местные обитатели... Но ведь все это не так. А, ну так, но ведь все это... Но ведь все не так. Неправильно. Как-то странно построено предложение. Ну ладно. Не эта ситуация, не мое положение. Они неправильны априори. А, мое отношение к ним. Ведь я вчера запросто заснул здесь. А до этого мило беседовал с местными пионерами. Даже умудрялся шутить. Но как можно себя так вести в подобной ситуации? Я же должен бояться шарахаться от каждого шороха. Избегать любого контакта с потенциально враждебными существами. Все события прошедшего дня словно... А, словно... О, господи, боже мой. Что-то как-то я... То ли я читаю криво, то ли как-то предложение странно построено. Ребят, извиняйте. Попробую повнимательнее. Все события прошедшего дня словно заволокло похмельной дымкой. Это очень похоже на утро после хорошей пьянки. Вчерашнее, естественное, непредосудительное, в высшей степени нормальное поведение утром становится кошмаром. Гротескной гравюрой из иллюстрации к божественной комедии. Да, все именно так. Однако, прошло уже... Прошлого уже не вернуть. Хотя, возможно, оценив обстановку, я действовал по ситуации. Я гляделся по сторонам, пытаясь понять, не забросило ли меня куда-нибудь еще. Но домик Ольги Дмитриевны выглядел так же, как и вчера. Все было как будто на своих местах. Разве что на спинке кровати висела пионерская форма. Я с недоверием покрутил ее в руках, примерил... Я оделся. Все равно это лучше, чем ходить в зимней одежде. Посмотреть бы теперь на себя, наверняка выгляжу как клоун. А для этого нужно зеркало. Хотя бы самое маленькое. Нашлось оно на дверце шкафа. Я взглянул на новоиспеченного пионера и аж отпрыгнул в сторону от неожиданности. На другой стороне зеркала стоял какой-то подросток, похожий на меня, но не я. Куда пропали недельная небритость, мешки под глазами, сутулость и смертельно уставшее выражение лица. Похоже, меня не закинуло назад во времени или в параллельную вселенную, а просто поменяли с кем-то местами. Действительно просто. Такое же на каждом шагу встречается. Я пригляделся к незнакомству повнимательнее и только тогда понял, что это я сам. Только образца конца школы, начала института. Ладно, хотя бы так. Да уж, человек в стрессовой ситуации слона и не приметил. А вот вожатая обратила внимание и вчера ночью меня отчитала за неподобающее обращение к ней. К черту. Вряд ли мой внешний вид влияет на что-то еще. Если верить часам, завтрак уже давно позади. Ну ладно, попробую все же в столовой что-нибудь найти. Вчера же со Славей получилось. От этих воспоминаний я невольно улыбнулся. На улице ярко светило солнце, дул легкий ветерок. Прекрасный летний день. Я уже несколько лет не чувствовал себя по утрам так хорошо. Все проблемы на секунду улетели куда-то далеко, растворились в редких цветопервого снега облаках. Вокруг передо мной словно из ниоткуда появилась Ольга Дмитриевна. Доброе утро, Семен. Доброе. Я улыбнулся, пытаясь всем своим видом показать, что несмотря ни на что, утро мое было действительно добрым. Ты только вчера приехал, так что будить я тебя не стала, но завтрак-то... Хотя ладно, вот, держи. Она протянула мне бумажный сверток. Судя по масляным пятнам, внутри, скорее всего, бутерброда. Ой, спасибо. А теперь марш умываться. Я уже собрался уходить. Сейчас, подожди. Погодь. Ольга Дмитриевна забежала в домик и, вернувшись, сунула мне небольшой пакетик. Внутри оказалась зубная щетка, мыло, небольшое полотенце и что-то еще. Я не особо осматривался. Пионер должен всегда быть чист и опрятен. Да, я тебе галстук поправлю... правильно завержу на первый раз, а то он болтается. Да. Действительно. Потом научишься, сам будешь. А может, не надо? Я сейчас умываться иду. Ну да, вдруг зацеплюсь за кран и удавлюсь. Это будет самая нелепая смерть. Ладно, тогда потом. И не забудь про линейку. Карандаши, ручки, линейки. Такие вещи не забываются. Какую линейку? В смысле, какую линейку? Она нахмурилась. Сегодня же понедельник. Странно, а по моим подсчетам воскресенье. Впрочем, смена дня недели это еще не самое страшное. Обычно у нас линейки рано утром, до завтрака. Но сегодня понедельник, поэтому она будет в 12 часов. Не опаздывай. Хорошо, а где? На площади? Где же еще? Спорить было бессмысленно. Я направился в сторону помывочной. Старые советские помывочные. На отдельный душ и туалет рассчитывать не приходилось, но при виде этого выкидыша загнивающего социализма, причудливой черепашки с панцирем из жести, множеством ног, кранов и кафельным брюшком, мне стало несколько не по себе. Я не был брезгливым человеком, но тем не менее, стоя тут, понял, что все же есть какой-то минимальный уровень привычного комфорта, без которого жить мне довольно проблематично. Вот ведь как бывает, когда теряешь вещи, которые всегда казались совершенно обыденными и естественными, понимаешь, что на самом деле они были незаменимы. Ох, да, это точно. И да черт с ними, выбирать все равно не из чего. Вода оказалась просто ледяной. Если помыть руки не составило особого труда, то вот умыться или прополоскать рот ей уже большая проблема. А меня прикалывает такое, утром особенно если на даче где-нибудь выбегаешь, на улицу открываешь кран, там течет холодная, прям холоднющая вода, кидаешь ее себе в лицо и сразу просыпаешься. Несмотря на то, что пять минут назад ты просто не хотел расставаться с подушкой ни под каким предлогом. В пакетике, который мне дала Ольга Дмитриевна, не нашлось зубной пасты. Можно, конечно, было почистить зубы и так, но в полотенце была завернута какая-то кругленькая коробочка. Зубной порошок. И игра немножко подлагала. Не знаю почему. Прелестно. Плюс один за то, что я где-то в прошлом. Умылся я довольно быстро, в том числе и из-за ледяной воды. Во-во-во. Кто-то быстро шел, даже бежал в мою сторону, я обернулся. О, привет, Славя. Перед мной стояла Славя в спортивном костюме. Похоже, эта девочка будет хорошо выглядеть абсолютно во всем. И в пионерской форме, и в купальнике, и, наверное, даже в космическом скафандре. Физкульт, привет! О, хай, ээээ, то есть, бобра... Доброе утро. Вот. Приветствия мне удалось выбрать не с... Почему ты на завтрак не пришел? Проспал. Я сказал это так, словно гордился своей... А, проспал. Но мне Ольга Дмитриевна бутерброды принесла. А, ну отлично тогда, не забудь про линейку. Да, конечно, забудешь тут. Ладно, я побежала, не скучай. Она помахала мне на прощание и скрылась за поворотом тропинки. Судя по всему, линейка начнется через пару минут. Стала быстренько забежать домой, закинуть пакетик с умывальными предметами, принадлежностями, съесть бутерброды и только уже потом идти на площадь. Я распахнул две домика вожатой и вбежал внутрь, как будто запрыгивая в последний вагон уходящего поезда. А, ну да. Тут же отключены, так сказать, эти сцены. Но, кажется, это было не лучшим решением. Посреди комнаты стояла Ольга Дмитриевна. И переодевалась. Я застыл как вкопанный, стараясь даже не дышать. Наконец-то вожатая заметила меня. Семен! Я тут же отвернулся. Стучать надо! А теперь вон! Какой-то странный голос я все время даю. Разный. Я не могу понять до сих пор, какой голос дать. Что-то, не знаю, у меня как-то все в голове перепуталось с этой Ольгой Дмитриевной. С одной стороны, нужно дать какой-то взрослый голос. Женственный. А с другой стороны, женский голос изображать... С моей стороны, не знаю, как-то странно. Ладно, окей, неважно. Да, неудобно получилось. Я надеюсь, вы меня простите за это смешение разных акцентов, голосов и так далее. Ну да ладно. Хотя зрелище мне пришлось по нраву. Через минуту вышла Ольга Дмитриевна. Зрелище мне пришлось по нраву, господи. Вот, держи. Теперь это и твой дом тоже. Ключи! Она протянула мне ключ. Я положил его в карман. Дом. Конечно, если опустить всю фантасмагоричность... Фантасмагоричность. Я надеюсь, правильное ударение поставил. Надеюсь. Конечно, если опустить всю фантасмагоричность происходящего, честно говоря, я даже не понимаю, что это значит. Этот лагерь был далеко не самым плохим местом на земле. Но назвать его домом всего за день, проведенный здесь, вряд ли я смогу это сделать даже спустя год. Ладно, пойдем, опаздываем. А как же бутерброды? По дороге съешь? Действительно. Мы шли вдоль домиков пионеров. Я уплетал бутерброды с колбасой, а Ольга Дмитриевна трещала безумолку. Ву-ву-ву, как трансформатор. Но меня не волновало ничего, кроме еды. Понял? А? Чё-то немного подлагивает, ребят, игра, я хотел пропускать побыстрее, но она реально чё-то как-то подтормаживает. Ты меня не слушаешь! Простите. Сегодня начинается твоя новая пионерская жизнь. Да. И ты должен приложить все усилия, чтобы она стала счастливой. А, да, конечно. Я серьёзно, у пионера много обязанностей. На него возложена большая ответственность. Участвовать в общественной работе, помогать младшим, учиться, учиться и ещё раз учиться. Да. Мы все тут как одна большая семья. И тебе предстоит стать её частью. Да, частью. Я готов даже расписаться в портбилете, лишь бы не слушать этот бред. Надеюсь, по окончанию смены у тебя останутся самые лучшие воспоминания о нашем лагере. Воспоминания на всю жизнь. Хе-хе. Уж не сомневайтесь. Останутся. А когда смена заканчивается? Что ты постоянно всякие глупости спрашиваешь? Похоже, ответов от неё мне не добиться. А жаль. Этот мир кажется дружелюбным. Но вот представиться он так и не соизволил. Возможно, сейчас я отношусь к этому несколько спокойнее, чем вчера. Как будто у нас с ним негласное перемирие. Он не трогает меня. Ну и мне запрещено задавать какие-либо вопросы. Конечно, ситуация не из приятных. Но что мне остаётся? Плохой мир лучше доброй ссоры. Хе. Да уж. Самое главное для тебя использовать время, которое ты проведёшь здесь, с пользой. Я постараюсь. Честно говоря, этот разговор меня сильно утомил. Узнать хотя бы, где это здесь находится. Но... Мы пришли на площадь. Пионеры уже выстроились в шеренгу. А что, ещё не все пришли? Да вроде все. Она окинула с грядом свой бравый пионер-отряд. Ладно, иди становись. Странно. Почему тогда она мне сказала, что больше спальных мест нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей. Окей. Служу Советскому Союзу. Пока лжата рассказывала о плане мероприятий, на неделю я осматривал присутствующих. В паре человек от меня стоял... Ээээ... Что? А, всё правильно. В паре человек от меня стоял Электроник, чуть дальше Лена и Славя, а в самом конце Ульянка и Алиса. А где... Шурик? Эх, ладно, не важно. Все знакомые здесь. Ольга Дмитриевна говорила про какие-то спортивные соревнования, а я уставился на памятник. Генда. Не удавало... Не удавалось вспоминать... Ээээ... Чего не удавалось? Не удавалось вспомнить ни одного революционера с похожей фамилией. Да и поза у него какая-то странная, как будто смотрит на происходящее с недоверием, может быть, пренебрежением или даже надменностью. Наверное, какой-то местный деятель. О чём мечтаешь? Славя вывела меня из раздумий. Рядом стояла Ольга Дмитриевна. Ты запомнил план на неделю? План? План я никогда не забуду. Вот и отлично. Она посмотрела на Славю. Принесла? Да. Какой-то я ей голос Лены теперь дал. Славе... Блин, что-то путается у меня немножечко. Голоса их? Ну да ладно. Славя протянула мне какой-то листок. Это обходной лист. Тут четыре позиции. За сегодня тебе нужно везде отметиться. Во-первых, записаться в клуб. Они у нас в здании кружков. И отдельно музыкальный. Во-вторых, в медпункт зайти. Ну и в-третьих, в библиотеку. Всё понял? Да. Обходной оказался неплохой возможностью что-нибудь выяснить. Так как в этих локациях я ещё не бывал. Тогда давай, начинай прямо сейчас. А как же обед? Ничего страшного, я тебе ещё бутерброд принесу. Обходной лист важнее. Удачи тебе. Они ушли так быстро, что я и слова сказать не успел. Пропустил завтрак, теперь обед придётся. Да что же это такое? Впрочем, может успею как-нибудь. Обед в час. Хотя, если я пойду есть, то могу не попасть в какое-нибудь место из списка. Ладно. Пока всё равно в столовую идти рано. Окей. Так. Насколько я помню, мне в любом случае надо будет всё обойти. Поэтому... Кухня-столовая, медпункт, библиотека... Ээээ... Медпункт, библиотека, кухня... Ну давайте, я не знаю, музыкальный кружок сгоняем. Познакомимся ещё с одним участником визуальной новеллы и этого лагеря нашего. Ладно. Музыкальный клуб. Небольшое одноэтажное здание. Располагался поодаль от остальных построек лагеря. Не раздумывая, я открыл дверь и вошёл. Внутри меня встретил настоящий оркестр. Барабан, гитары и даже рояль. Некоторое время я внимательно изучал музыкальные инструменты. Хотелось понять, из какого они примерно временного периода. Но неожиданно под роялем послушалось копошение. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я забыл про эту сцену. Надеюсь, меня за это не забанят. Девочка, кажется, что-то ищет. Она стояла на четвереньках в такой пикантной позе, что я не сразу решился начать разговор. Простите. А, кто здесь? Упс. Она пыталась скачать, но днище рояля стало для неё непреодолимой преградой. Ай! С трудом, но девочка всё же выбралась. Извини, что напугал. Да ничего, я вижу, у тебя обходной новенький... Обходной новенький, значит. А, да. Меня Мику зовут. Нет, честно-честно, никто не верит, а меня правда так зовут. Просто у меня мама из Японии, папа с ней познакомился, когда строили там... Ну, то есть не строил, он у меня инженер. Короче, атомную станцию, или плотину, или мост, но неважно. Она говорила с такой скоростью, что половина слов просто проглатывала. А, я Семён. Отлично, не хочешь к нам в клуб вступить? Правда, я тут пока одна, но с тобой нас будет двое. Ты нам чем-нибудь... Ты на чем-нибудь играть умеешь? Уже в период моего отшельничества я купил гитару и выучил пару аккордов, но потом забросил, как и всё, на что требовалось больше нескольких часов. Знаешь, я как-то не планировал особо. Да ладно тебе, я научу играть. Хочешь на трубе, например, или на скрипке, или на всём... Я на всём умею, честно-честно. Спорить с девочкой мультиинструменталистом бессмысленно, так как в ответ наверняка последует ещё одна пулемётная очередь из слов. Я подумаю, а пока я не могла бы ты подписать... Да-да-да, конечно, давай, ты заходи, не стесняйся, я ещё и пою хорошо, послушаешь, как я пою японские народные песни. Ну или, если не нравится, может, что-нибудь из современных шлягеров? Обязательно, а если... А сейчас мне пора, извини. Конечно, приходи непременно... Э-э-э-э... Окончание её фразы скрылось за закрытой дверью. С одной стороны, неплохо вечерком посидеть, побраничать на гитаре, но в такой компании я повернулся, собираясь уходить и столкнулся нос к носу с Алисой. Хе-хе. Она недобро посмотрела на меня. Зачем пришёл? Ммм, обходной. Подписал? Да. Свободен. Хе-хе. Алиса вошла внутрь, а я поспешил покинуть это место. Окей. Так, ну давайте в другие кружки тогда заскочим заодно. Я направился к зданию кружков. По правде говоря, мне никогда особенно не нравилась общественная работа. В школе я всегда под любым предлогом пропускал субботники. В институте не было ни малейшего желания вступать в студенческий совет. Мне не интересовали секции бокса, авиамоделирование или кройки и шитья. Так что сюда я пришёл лишь с целью отметиться. Лишь сюда. Внутри никого не оказалось. Я словно оказался в берлоге юного робототехника. Повсюду валялись провода, нехитрые планы, микросхемы. На столе стоял осциллограф. Что это? Осциллограф, извиняюсь. Из соседнего помещения послышались голоса, и через секунду в комнату вошли двое пионеров. В одном я узнал электроника, второй же мне был пока не знаком. Привет, Семён, а мы тебя ждали? Кажется, он знает всё обо всех. А чего вы меня ждали? Ну как же, ты же пришёл в наш клуб кубернетиков записаться, так? Он мне дал... он не дал мне ответить. Знакомимся, это Шурик, он у нас главный. А... вас в клубе этом только двое, я так полагаю. Ну, можно считать, что уже трое. Шурик подошёл ко мне и уверенно протянул руку. Его лицо показалось... почему-то казалось знакомым. Добро пожаловать! Давай я тебе тут всё покажу. Ты не стесняйся, располагайся. Да нет, ребята, я вообще-то всегда рады новым членам. Он сказал это так, что в голове у меня невольно заиграл гимн Советского Союза. Союз нерушимый. А когда они строились, кстати, у них была линейка на площади перед Гендой, они должны были, наверное, повернуться и строим, запивать Катюшу и идти вслед в будущее. Ну да ладно. Удивительно, но я ещё помнил слова. В первом классе у меня была тетрадка с текстом гимна на обратной стороне. Да нет, мне бы просто обходной лист подписать. Так ты к нам запишись, мы тебе его и подпишем! Он хитро улыбнулся. Я уже подготовился к длинному и нудному разговору, как вдруг в комнату кто-то вошёл. Я обернулся и увидел Славю. А, Семён, надеюсь, они тебя тут не достают. Она строго посмотрела на будущих светил отечественного работостроения. А то я их знаю, они могут. Да, понимаешь, на самом деле мне бы просто обходной подписать. Я решил воспользоваться ситуацией. Так это не проблема, давай сюда. Славя взяла листок и подошла к Шурику. Подписывай! Ну, подожди, мы ещё не закончили! Закончили, подписывай! Она посмотрела на него так, что возражать Шурик не решился. Он поставил свою закорючку, и я, поблагодарив Славю, с чистой совестью направился дальше. Отлично, что у нас дальше? Ну, допустим, медпункт. 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 О-о-о, медпункт. И что я забыл в медпункте? Здоровье вроде не шалило, тем более местный свежий воздух явно пошёл мне на пользу. Чувствовал я себя куда бодрее, чем обычно. Но раз так надо... Раз надо, так надо. Вон, да. Я вошёл. Обычный медпункт у нас в школе был примерно такой же. За столом сидела женщина средних лет. Очевидно, медсестра. Она пристально оценивающе посмотрела на меня и продолжила что-то писать. Ну, здравствуй, пионер. Сказала медсестра, не отрываясь от своего занятия. Добрый день. Мне бы вот... Ты присаживайся. Я оглядел комнату. На кушеточку. Я сел. Раздевайся. Всё это она говорила совершенно ровным тоном. Зачем? Смотреть тебя будем слушать. Здоровье проверять. Меня, кстати, зовут Виолетта. Но ты можешь звать меня просто Виолой. Она повернулась в мою сторону. Ну чего сидишь? Раздевайся. Да я не жалуюсь ни на что. Мне бы вот... Я аккуратно протянул ей листок. Потом. Она сняла с шеи стетоскоп и, кажется, намерялась меня им препарировать. На тут дверь постучали. Медсестра нехотя ответила. Входите. Моментально дверь распахнулась и в комнату влетел электроник. Здрасте, я тут это... На футболе упал. Глупости, конечно. Я бы и так, но Ольга Дмитриевна... В электронике под глазом красовался здоровенный фингал. Что-то я сомневаюсь, что такое можно заработать на футболе. Садись, сейчас посмотрим. Сказала она ему. А ты давай сюда... А ты давай сюда свой обходной. Медсестра быстро подписала его и продолжила. Если что заболит, сразу ко мне, пионер. Я не стал ничего отвечать и вышел, закрыв за собой дверь. Медсестра здесь, конечно, еще та. Да, та еще медсестра. Библиотека, так. Вообще, я, конечно, любил читать, но просиживать днями в библиотеке при нынешних обстоятельствах мои планы не входило. Так что этот чекпоинт стоило пройти побыстрее. Когда я зашел внутрь, у меня в голове вспыло воспоминание из детства. Оно было ярким, очень ярким. Мне лет восемь... Мне лет семь-восемь. Мы с мамой в библиотеке. Пока она выбирает какие-то книжки, которые понадобятся для учебы, я сижу и разглядываю местную подборку комиксов. Тогда я не знал, почему их здесь так много и почему нельзя забрать часть домой. Понятия коллективной собственности в том возрасте для меня не существовало. Впрочем, как и понятия собственности вообще. Тем более странным показалось это воспоминание сейчас, когда я находился в том самом отдельно взятом пионерлагере, где коммунизм таки удалось построить за три года. Советская символика была буквально повсюду, а на полках стояли книги, в основном соответствующие тематике. Читать их я никак не планировал. Знакомство с полным собранием сочинений Маркса, одной из последних вещей на земле, которая могла бы прийти мне в голову. Но где же библиотекарь? Найти ее оказалось не так уж и сложно. Ооо. Я пригляделся. Короткая стрижка, толстые очки, довольно приятное лицо. Она так мило спала, что мне совсем не хотелось ее будить. Пожалуй, подожду, если через полчаса она проснется, тогда уж что поделать. Просто так сидеть было скучно, и я взял с полки первую попавшуюся книгу. Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Я открыл примерно на середине и начал читать. «Жизнь человека с ее бесконечными трудами, каждый нуждой и старанием следует рассматривать как объяснение и парафраз акта зачатия, то есть решительного утверждения воли к жизни. С этим связано и то, что человек обязан природе смертью и с тоской думает об этом обязательстве. Разве это не свидетельствует о том, что в нашей жизни заключена некая вина? И тем не менее, периодически расплачиваясь смертью зарождения и смерти, мы всегда существуем и испытываем все горести и радости жизни попеременно, когда ни одна из них не может нас миновать. Таков результат утверждения воли к жизни. При этом страх смерти, который, несмотря на все страдания жизни, удерживает нас в ней, становится в сущности иллюзией, но столь же иллюзорно и влечение, заманившее нас в жизнь. Объективное выражение этого соблазна можно увидеть в обращенных друг на друга страстных взглядах влюбленных. Они есть чистейшее выражение воли к жизни в ее утверждении. Как она здесь кратка и нежна. Она хочет благополучия, спокойного наслаждения и тихой радости для себя, для других, для всех. В дверь постучали. Я думаю, вы как и многие с первого раза не сильно поняли, о чем вообще говорилось в книге. Ну да ладно, тут надо вникать очень долго. Я быстро закрыл книгу и положил ее на место. Какая отличная привычка — стучать. Надо и мне ее взять на вооружение. Действительно. В библиотеку вошла Лена. «Ой!» «Привет!» Я улыбнулся. «Привет!» А я вот книжку пришла отдать. У нее в руках была унесенной ветром, которую я видел вчера. «Ой, а Женя спит? Я тогда попозже зайду». «Уже не сплю». Я удивленно посмотрел в сторону библиотекарши. Она сидела за столом и пристально наблюдала за мной. «А тебе чего?» «Мне бы обходной?» «Давай!» Библиотекарша быстро расписалась и протянула мне его. Вид у нее был такой, что продолжать разговор не возникало никакого желания. Лена подошла к ней и отдала книжку, а я поблагодарил Женю и вышел. «До свидания...» «Наверное...» «Итак, я собрал все подписи, следовательно, надо зайти к Ольге Дмитриевне, чтобы отдать листок». Вожатая сидела возле домика и читала книжку. Вряд ли она сама соответствовала образу идеального пионера, которого хотела сделать из меня. Видимо, все ее обязанности это произносить пламенные речи на линейке, отчитывать Ульяну и принимать деятельное участие в моем физическом и идеологическом воспитании. «Вот...» Я протянул ей обходной. Она, не считая, сунула листок в карман. «Отлично!» «Значит, можно было самому за всех расписаться и вообще никуда не ходить». «Молодец! Ну как, познакомился с нашей медсестрой?» «Да». «Почему-то от этого вопроса у меня мурашки побежали по коже». «В какой кружок записался?» «Да пока ни в какой, нужно подумать». «Ну что ж, ты так, завтра обязательно запишись куда-нибудь». «Конечно, все непременно». «Ладно, пора уже и на ужин идти». «Уже ужин, что?» «Ну наконец-то, я уже проголодался». «Вместе с Ольгой Дмитриевной мы направились к столовой. Я посмотрел на небо и отметил, что солнце уже начало садиться». «Угу». «На крыльце стояло несколько человек. Алиса, Электроник, Ульяна и Славя». «Когда мы подошли, я услышал, о чем они говорят». «И больше не называй меня Дваче, а то еще получишь». «Да не называл я тебя так, тебе показалось». «Называл, называл, я все слышала». «А тебя вообще там не было». «А вот и была, я в кустах сидела». «Хватит вам, прекратите». «Значит, Электроник свое ранение не на футболе получил». «Однако, как хорошо, что...» «Как хорошо его медсестра подлатала. От фингала не осталось и следа». «Ольга Дмитриевна подошла к ним и пыталась выяснить, что происходит». «Что вы тут ругаетесь?» «Алиса, сыроежки, сыроежки, ну в глаз. Ничего не делала». Алиса обиженно фыркнула и зашла внутрь. «Ладно, пора ужинать». «Последним столовой вошел я, действительно». «Похоже, свободных мест осталось не так много». «Вдалеке виднелось несколько незанятых стульев рядом с Алисой, но лучше поголодать недельку, чем рискнуть сесть рядом». «Кстати, а где там Толик?» «Ааа, где-то справа». «Вон он, с таким лицом капец вообще, просто ужас». «Ну да ладно». «Также свободно было рядом с Ульяной, но я не сторонник китайской традиционной кухни и ем все, что ползает». «Да уж». «И, наконец, свободный стул был рядом с Мику. Если выбирать из трех зол, не возражаешь, если я здесь присяду?» «Ой, да, конечно, то есть, нет, не возражаю, то есть, да, садись, конечно». «Я сел». «Сегодня, ну смотри, гречка, ты любишь гречку и вареная курица? И я вообще курицу не люблю, ну то есть, не то, что не люблю, но если бы меня спросили, что мне больше всего хотелось, бефстроганов или рогу ? биф строган строган и строган и ну али здесь меня спросили чтобы я больше всего хотела то без строганов или рагу нет может быть просто котлета или рамштекс ты любишь рамштексы я не особо привередливый и это сущая правда понятно но десерты знаешь мне здесь не очень нравится я мороженое люблю ты любишь мороженое особенно пломбир 48 копеек на ленинградской тоже ой прости я все себе может ты больше с кемо любишь ужин в компании этой девочки начинал превращаться в пытку а я по характеру такой человек что не могу просто так игнорировать собеседника даже ее но все же за одним столом сидим так меня что-то напрягает этот шум с улицы которые сейчас доносится хоть и там уж слишком громкий шум надеюсь его не будет слышно на видео то все эти стройки стройки я даже не законы на еще однажды купила вафельный рожок начала есть а там внутри шуруп представляешь настоящий такой шуруп или болт я честно говоря в них не разбираюсь шурупы это которыми закручивают гайки а болты это такие которые отвертки да боже мой думаю если бы проводился чемпионат по скоростному поеданию пищи одно из призовых мест точно досталось бы мне ладно я пойду а тебе приятного аппетита я встал направился к выходу мика что-то попыталась сказать мне след но ее слова потерялись в шуме толпы через чур громко ужинающих пионеров да уж выйдя из столовой я сел на ступеньки решил подождать пока переварится ужин я просто сидел и смотрел как на лагерь опускается ночь вот это вообще странно он по идее должен идти искать эти самые ответы на свои вопросы он просто сел и начал ждать здесь все было таким живым днем громкий детский смех веселые крики суета и беготня шум и гам спортивные игры и купание на пляже но с наступлением темноты совенок резко преображался дневные звуки заменялись тишиной которую лишь изредка нарушали сверчки и ночные птицы лагерь засыпал в каждой тени можно было узнать кого угодно привидение лешего просто дикое животное но никак не пионера все это я понял еще по вчерашней ночи местные жители строго следовали заведенному распорядку дневной лагерь во власти людей ночной же скорее сил природы кто-то легонько похлопал меня по плечу я обернулся это был электроник пойдем в карты играть в карты да я новую игру придумал интересную и какую же но надо сначала карты найти я потом скажу так ищи в чем проблема они истоку ольги дмитриевна она мне не даст почему но в прошлый раз на кольцо вышли вожатые славя ольга дмитриевна семен как раз хотел у вас карты попросить я вообще-то зачем мы игру новую придумали а не мы а ты что за игра будут карты я покажу ох не нравится мне эта идея но раз и семён зато наверное ничего страшного да я вообще-то давай а это слави говорит боже мой слави электроник у них одинаковый этот почти одинаковый цвет имен ну ладно давайте я с ними схожу так пойти за картами со слави или пойти одному но тут принципе ой почему так по лагере лаг пойти с картами за слави давайте так я не буду долго размусоливать над вариантами ответов просто идем по каким-то определенным вариантом которые меня потом заведут в какой-нибудь root и мы с вами посмотрим уже чё выбрать если ты не против конечно пошли мы направили сторону домика вожатый где-то на полпути слави вдруг остановилась ой я же совсем забыла что карты у меня очень вовремя а где твой домик да тут рядом пойдем мы подошли к домику который на самом деле больше напоминал вагончик подожди тут минутку я сейчас и минуты ждать не пришлось она вернулась через пару секунд вот слави показала мне довольно потрепанную колоду карт крапленые небось жульничать не спортивно а уж жульничать не знаю правил игры пойдем пойдем на обратном пути я решил поговорить с ней в надежде что что-нибудь выяснить а ты давно приехала уже неделю здесь понятно а сама откуда с севера а поточнее холодного севера она посмотрела на меня и улыбнулась кажется никто в этом лагере не хочет отвечать даже на самые невинные вопросы я решил действовать по-другому и что тебе нравится смысле ну твои увлечения я природу люблю странно но сейчас она почему-то немногословно природу ясно хочешь стать натуралистом скорее краеведом всегда интересовалась историей родной страны это действительно похоже на нее казалось из всех местных обитателей она единственная кто не скрывал себе никаких загадок а вдруг ее тоже как-то сюда забросила и она просто как и я не может никому доверять до конца я решил прощупать почву а почему-то именно в этот лагерь приехала родители путевку на работе дали опять облом ну предположим если бы у тебя был выбор здесь хорошо и думаю что выбрала бы какое-нибудь другое место здесь кажется что ты становишься каким-то другим человеком мне такого совершенно не казалось смысле другим ну сколько столько возможностей столько можно научиться стольких людей узнать сейчас она рассуждала как вожатая и это меня насторожило и я решил пока прекратить расспросы когда мы вернулись ольга дмитриевна сказала славе я же вспомнила что карты у меня у тебя да ничего мы принесли ну и отлично славе и дмитриевна зашли внутрь я уже собрался последовать за ними как вдруг кто-то резко дернул меня за руку это была алиса она посмотрела так что у меня мурашки побежали по спине тебе что тебе что-то нужно сторона спросил я что тоже планируешь участвовать в этой дурацкой игре ну да что такого нет ничего это я не знаю и нужно какой-то такой хитрый нахальский голос а я меня не получается такой голос пародировать вы уж извините ребят она уже собиралась уходить но вдруг обернулась и внимательно посмотрел на меня улыбнувшись а в карты ты играть умеешь умею немного я никак не мог понять что ей от меня нужно в дурака небось и вся ты-то как будто звезда покера ну в принципе да значит тут у тебя шансов никаких почему пока чинов то есть ты правил это ты правило знаешь конечно но значит у тебя будет преимущество я не видел смысла дальше продолжать этот разговор и сделал несколько шагов по направлению к двери что ты все уйти ты пытаешься о чем собственно еще говорить давай поспорим ты про что какой же тупой так опять чуть заглючил про карты про что же еще и каков же предмет спора что я тебя обыграю но это самый вероятный исход согласен и согласился и значит боишься я не боюсь просто не привык спорить когда не уверен и рисковать это же не привык сама наблюдательность просто таки ладно и тогда я нет уж ну что еще обессильно вздохнул я алиса начала мне надоедать своей пустой болтовни про какой-то бессмысленный спор если не согласишься спорить я всем расскажу что ты ко мне приставал что что слышал я пожалуй да пожалуй она вполне может но это же глупо тебе никто не поверит я всего не полных два дня здесь да и к тому же хочешь проверить ну предположим и что будет если я выиграю я никому не расскажу отлично а если проиграю какой же тупой расскажу что ты ко мне приставал говорил же уже то есть получается мне нужно доказать что я не делал того что не делал и что не делал и так считай что хочешь передо мной стал непростой выбор с одной стороны было глупо соглашаться я не знал правил да и азартные игры не были моим коньком но с другой она вполне могла сильно осна осложнить мою жизнь в лагере хотя можно ли и верить даже если я выиграю не притворит ли она жизнь своей угрозы так что решил я уже было собирался ответить как у меня из-за спины бесшумно вынырнула лена чего тебе ничего лена спешно зашла в столовую но окей так хорошо этот выбор насколько я помню он уже влияет непосредственно такое некое разветвление делает между рутом алисы и рутом лены вот то есть здесь это напрямую зависит тут это конечно вроде как не совсем критичный выбор то есть дальше еще будут всякие варианты выйти на тот или иной рут но все же здесь как бы я уже отклоняюсь либо в сторону к алисе больше либо больше в сторону к лене и все-таки я подумал что наверное мы начнем с рута лены да поскольку это такой самый эпичный будет рут вот почему бы его не запихнуть самое первое прохождение а дальше уже будем тупо добивать другие руты поэтому я выберу поскольку я сказал что пойду по руту лены я выберу не спорить с алисой потому что вроде бы как именно так нужно сделать для того чтобы ближе ближе к лене непосредственно попасть приблизиться к лене вот нет ни в какие глупые авантюры я опускаться не намерен извини уж слабак она фыркнула поднялась по ступенькам и у самой двери бросила мне готовься к последствиям 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 вдруг я поступил неправильно в конце концов я она вполне может до предела осложнить мою жизнь здесь но с другой стороны у меня просто не было права на опрометчивые шаги я тяжело вздохнул и направился за ней в столовую да внутри уже все было готово ну а на данный момент я думаю готов и очередной эпизодик ребята поэтому на этом я закончу спасибо вам что смотрели этот ролик если он вам понравился то не забывайте ставить лайки друзья мои писать в комментариях что вам это нравится ну а с вами как обычно был я frost fire продолжим следующий раз я желаю вам удачи друзья мои и увидимся как всегда в следующих роликах до встречи